Всем привет от канала Махтв. Мы сейчас закончили все дела в салоне. Нам машину помыли, поэтому сейчас как бы хочу ее вытереть. Ну и рассказать вообще, что это машина такая. Сайон КС 2015 года. Объем двигателя 2,5 митра, 4 цилиндра. Саш, расскажи как ты ее купил? Мы как бы приехали с другом. Сюда, вот в этот автосалон. Да, в этот автосалон. Хотели сделать тест-драйв. Просто я хотел найти машину, но не было цели покупать ее. Вообще машину. Я хотел найти дверную машину, но чтобы у нее сзади, в заднее сиденье, чтобы там было место. Потому что я как бы все-таки хотел у нас связь 4 человека, а не 2. Поэтому нужно, чтобы дети тоже себя комфортно чувствовали сзади. Вот. И что, поехали покатались? Тебе понравилось, да? Да, мы пришли, посмотрели. Как бы мы с одним человечком уже приезжали сюда раньше. Еще. Который сейчас в попе мира сидит. Да, в начале 2015 года, когда он тоже машину смотрел. И мы приезжали сюда и смотрели. И мне что-то я запомнил, что Сион у них есть двухдверные Сионы. Саш, давай ближе к делу. Вот. В общем, мы приехали посмотреть. Вот стояла TC, рядом стояла FRS. Там вот видео будет такая тоже двухдвертая, но она спортивная чисто на двух людей. Давай, протирай, иди, Арбайтен. И, в общем, я полез в спортивную двухместную машину. Которую мы сняли сегодня? Да. А что, она на 28 стоит, а она так это... В ней движет двухлитровый. Ааа. Вот. А мой друг полез вот в эту машину. Именно вот в эту машину. А ты открой, и порожек, и протри. Он и полез. Кстати, можно делать вот эту поддушку. Внутри? Да. Протирай. Вот. Я смотрю, он залез на заднюю сидушку, там, в принципе, не плохо себя чувствовать. И чел, который нам помогал. Он говорит, что он... Что, поехали, ты здравь сделал? Точнее, мы приехали сначала, машина будет закрыта. Он говорит, что вы будете смотреть? Я говорю, да, давай посмотрим. Он говорит, хорошо, я пошел за ключами. И вот он принес двух ключей. Открыл нам. Я полез в одну машину. Мой друг полез вот в эту машину. И... Я смотрю, что он залез назад. И... Уместился. Уместился там. Я подошел, он меня позвал. Подошел, смотрел. Уже сел назад. Ты будешь внутри что-то рассказывать? Что у тебя там? А, шести-ступенчатая коробка передач, автомат, кондиционер. Есть разъем для флешки, сидишка, люк. Управление магнитолой, телефоном. Все это как бы на... Есть блютуз, то есть ты можешь разговаривать по телефону, не беря телефон. Телефон у тебя вообще в кармане может быть. Теперь я абсолютно спокойно сажусь впереди. То есть у меня есть место. Здесь восемь подушек безопасности. Есть боковые подушки, как впереди, так и сзади. Здесь есть подушка. И есть даже подушка для колен. Вот она. Ага. То есть... Что еще? Да, кондиционер. То есть... Магнитола. Сиди. Для флешки. В принципе комплектация это не такая, чтоб супер. Но мне нравится, в принципе, вполне-вполне нормальная. Адекватно. Без всяких наворотов. Что я сделал для этой машины уже? Ну, вперед мы купили чехлы. Назад пока еще не купили, но обязательно купим, чтобы все флешки не портились. Саш, а скажи, если не секрет, сколько она стоит и сколько ты платишь в месяц? Машина стоит 21 тысячу с чем-то. Я плачу на целых 0,99 процента. Сотых? На целых девятых. То есть я даже до одного процента не плачу за кредит. Сколько ты платишь в месяц? Я плачу 525 долларов. Почему 525? Значит я должен как бы платить 400 долларов. Но я воспользовался доп. услугами, типа гарантия. Если там, допустим, кто-то поцарапает мне дверь во время там, когда я припаркнусь около магазина, приду и обнаружишь, что царапина или еще что-то, я могу привезти в салон и у меня ее в салон потом будет отремонтировать. Иди, протирай дальше. Затем. Потом есть где-то с пиковой системы слежения за машиной. Ужнать ее невозможно, да? В принципе, нет. Разве что в металлическом контейнере. Да, в осенье есть такая система. Я даже, кстати, работал в структуре, которая называется... Сателлит. Сателлит, да. Забудешь, как это называется. Там есть вот такие патрульные машины ездящие. И я знаю, что они обслуживали БМП. Я обслуживаю, как раз так и работаю в этой патрульной машине. А ты открой и протри под низом вот там вода. Вот, кстати, багажник. Вот такой багажник. Сидушки 40-60, они складываются. Здесь только коврик. И здесь вот есть... Запаска. Запаска. И запасные номера. Запасные передние номера. Ну, это докатка. Тут газовые ключи для буксировки. Донград. Вот, в принципе, такой. Багажник, в принципе, нам хватает. Да мы же еще не ездили на дальняк на ней. Хватает или нет, это еще вопрос. Да нет, хватит. Летом особо никуда много еще не заберешь. Если ты едешь куда-то на море, то что? Ты протер, закрывай. Нет, я еще не протер. Цвет у нее такой, как бы... То есть, цена у тебя была 21, да? Да. А платишь ты 500 с чем-то? 525. 525 в месяц. И сколько ты должен ее выплачивать? Ну, пять лет. Пять лет? Угу. Причем, у меня не было никакой истории. То есть, у них есть какая-то... Кто тебе кредит давал? Банк или здесь салон? Мне салон дал кредит. Кстати, я вот советую. Если, ребята, вы хотите покупать машину новую, и у вас нет еще истории, лучше воспользоваться услугами большого салона. Потому что у них есть финансовый, как бы, сервис, ну, как бы, финансовый департмент, финансовое отделение, которое помогает первым клиентам, то есть, клиенты, которые первый раз покупают машину, они предоставляют вот услуги кредитованием. Потому что, как бы, они закидывали удочку там в 3 или 4 банка, но везде они пришел отказ из-за того, что типа... Недостаточный скор был, да? Да, недостаточный скор, точнее, то, что у меня сумма задолженности превышала больше 30%. Поэтому они мне, как бы, отказывают. А вот, как бы, сама... Сам салон дал тебе кредит. Да, Toyota финансовый. И ты платишь 1% переплаты у тебя, да? 0,99... Сотых. Да. Ясно. Я даже потом ходил... Так это считай, что ноль. Да. Я даже, кстати, потом ходил к моему другу, который работал у меня в банке. Точнее, в банке, в котором я обслужился. Он, как бы, был моим менеджером. Я к нему всегда ходил. Я ему принял все документы по поводу этой машины. Все, как бы, выплаты, все вот это дело финансовое. И он сказал, что, в принципе, хорошее, как бы, дело. То есть, хорошие условия они предоставили. Потому что банки, они обычно, если предоставляют, то по 3-4%. Вот. У банков очень удобно брать, когда ты покупаешь бэушную машину. Вот. А здесь, как бы, вот, они ведут на встречу людям, клиентам и предлагают хорошие условия. Причем, при покупке этой машины я не заплатил ни копейки. А, то есть, ты сел в нее и поехал? Да, то есть, я сел в нее и поехал. Хорош! То есть, я ничего не платил вообще. Пришел, дал свои документы, на тебя ее оформили, сел и уехал. Глянь, у тебя уже стекло подралось. То есть, не стекло, это. Тонировка. Тонировка подралась. Когда мы попугаем издали. А, клеткой ободрал. Да, она там вообще. То есть, вообще, как происходит покупка? Они, вот, почему все говорят, что без social security номера никто здесь? Потому что ты даешь, что вы social security номер, и они проверяют свою историю. И причем, что хочу посоветовать тоже. Вы, если в процессе выбираете, то есть, еще не выбрали точно, какую машину вы хотите, особо social не светите. Потому что... Скоро падает, когда проверяется. Скоро падает, когда проверяешь. Банк вам дает добро. А вы, допустим, не выбрали машину, точнее, вы хотите другую машину. Скоро падает. И вы отказываетесь. Да. И банк не понимает, почему вы отказались. То есть, почему вы не взяли этот кредит. Поэтому, если вы думаете, еще не решили сто процентов, какую машину вы хотите взять. Приведите. Сделайте тест-драйв. Да. И все. То есть, не говорите, что я вот хочу брать, и не все. Я хочу подумать. То есть, пошли в другой салон, попробовать другую машину, третью, пока они нашли ту, которую вы хотите. И вот, когда вы нашли ту машину, которую вы хотите, только тогда говорите, ребята, я вот готов как бы дать вам свой social security номер. Пожалуйста, посмотрите, какие платежи у меня будут, как вообще, как бы, финансово, то есть, вот, кредитование, как оно произойдет. То есть, дадут мне кредит, не дадут. Они записывают ваш номер в social security, и идут, отдают в финансовый отдел, и те уже начинают работать с вами. То есть, они, как бы, закидывают удочки в разные банки, смотрят ваш скорб, и вот тогда уже банки, как бы, смотрят и думают, давать вам кредит или не давать. Но, опять же, я говорю, что, если банк вам не даст кредит, то сам салон может вам дать кредит. Вот. Резина здесь как стояла такая, так она и стоит. Это Toya 225-45-18. Диски, в принципе, неплохие. Я посмотрел, такие диски стоят по 2000 долларов за комплект. Резина М плюс С. Вот. Низкопрофильная, да? Да, низкопрофильная. Что здесь, в принципе, есть? Поворотники есть на зеркале. Я сделал тренировку на стекла и сделал вперед защиту на капот и на весь перед. Если вы увидите, то здесь вот. Мухоотбойники. А это что такое? Это мусор. Ааа. То есть, у меня вот здесь защита, пленка защитная. Потом даже на лапшках, по-моему. Вот здесь все, как бы, защитные пленки, чтобы не было сково. В принципе, я доволен машиной. Еще бы. Все бы. Да. Вот как люк открывается. Ааа. Двигатель бензиновый. Ну, колесо неся оттуда. Двигатель бензиновый. Ааа. Где-то 14 галлонов. Это где-то 50 с чем-то литров получается. В принципе, при скорости 70 миль в час, то может хватить на 40 миль. Что, я считаю, как бы вполне-вполне нормально и плохо. В общем, бензиновый бак здесь 14 галлонов. Это где-то около 50 литров. При расходе 3 литра на галлон. Ой. Ммм. Господи. 31 миль на галлон. Получается, что бензину где-то хватит миль на 400. При скорости где-то 65-70 миль в час. Что я считаю, что, в принципе, неплохо. Электронный привод на зеркала. Кондиционер, я сказал. Блокировка стекол, блокировка дверей. Ничего такого, как бы, нет, но, как бы, машину не протерли. Поэтому... Помыли на халяву. Да. Теперь мы можем ехать. Ехать. У нас есть еще некоторые дела. В принципе, все, что мы хотели рассказать о машине. Всем пока. Помогите, пока. Продолжение следует...